Здравствуйте! Новости из Украины. В студии работает Сергей Петренко. И далее поговорим о самом главном. Украинцы – жертвы внешней агрессии, а не гражданской войны, заявил глава представительства ЕС в Украине Хюх Мингарелли в ходе выступления на форуме, посвященном реформам. Он подчеркнул, Евросоюз никогда не признает аннексии Крыма, так как это очевидное нарушение международного права. Также, по словам Мингарелли, в ЕС поддерживают план, разработанный министерством по вопросам временно оккупированных территорий. В нем речь идет о реинтеграции дипломатическим путем неподконтрольных украинской власти территорий Донбасса. По мнению Мингарелли, этот план следует продвигать среди населения по обе стороны от линии разграничения. И пока не будут выполнены минские договоренности, санкции должны оставаться. Вы являетесь жертвами иностранной агрессии. Происходящее на Донбассе не является гражданской войной. Как некоторые пытаются говорить, мы должны сделать все возможное, чтобы санкции за эти события были сохранены до тех пор, пока минские соглашения не будут полностью выполнены. О необходимости сохранять санкции против Российской Федерации говорили и в Европарламенте. Там сегодня проходили дебаты на тему обострения ситуации на востоке Украины. На этот кризис прямую ответственность несет Россия, подчеркнул секретарь Европарламента Ян Борг. По его словам, ЕС глубоко обеспокоен из-за присутствия российской военной техники и военных на Донбассе. Евродепутаты отметили большое количество нарушений режима прекращения огня, использования тяжелого вооружения и ограничения деятельности мониторинговой миссии ОБСЕ со стороны боевиков. Евросоюз продолжит обращаться к России, чтобы она влияла на них, а санкции будут действовать, пока минские договоренности не будут полностью выполнены. С нами на скайп-связи со Страсбурга постоянный представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба. Здравствуйте, Дмитрий. И хотел сразу перейти к главному. Сегодня состоялись дебаты в Европарламенте об ухудшении ситуации на востоке Украины. Вы слушали все выступление. Поделитесь, о чем говорили и какие результаты разговора. Здравствуйте. Действительно, Европарламент сегодня провел обсуждение последнего обострения на востоке Украины в районе Абдеевки, которое спровоцировала Российская Федерация и подконтрольные ей силы так называемых ДНР и ЛНР. Дискуссия и ключевые заявления, которые прозвучали, однозначно были в пользу Украины. Для участников обсуждения было очевидным, кто стоит за последней эскалацией – это Россия. И кто руководит силами террористов – это также Россия. Поэтому ключевой сигнал, который сегодня звучал от абсолютного большинства выступающих – это необходимость сохранения санкций Европейского Союза до полного исполнения Минских соглашений. И на Россию возлагается основная ответственность за исполнение этих договоренностей. Какую силу несут эти дебаты и что они означают для Украины? Для нас критически важна была международная реакция и международная поддержка в ответ на агрессивные действия Российской Федерации. И более того, я уверен, что за международной реакцией внимательно следили не только мы из Украины, но и из России для того, чтобы соответствующим образом строить свои военно-политические планы. Ведь очевидно, что если Российская Федерация получит четкий сигнал, что союзники, друзья Украины готовы стоять рядом с ней плечом к плечу и помогать ей бороться с российской агрессией, то и сама агрессивность должна уменьшаться, и планы должны соответствующим образом корректироваться. Поэтому эти дебаты помогают нам держать вопрос на повестке дня, вопрос российской агрессии против Украины. А в Европе, в Европейском Союзе очень много проблем, на которых они естественным образом сосредоточены. Поэтому нам важно, чтобы о проблеме российской агрессии также не забывали. Это сугубо политическая акция, политическое мероприятие, но чрезвычайно важное с точки зрения дипломатии и политического развития ситуации. Спасибо вам за разговор. Будем ждать ваших включений в дальнейшем. Я напомню, что с нами на скайп-связи был постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулебов. Сегодня боевики 26 раз обстреляли позиции сил АТО, сообщили в штабе. На Донецком направлении из минометов Троицкое, Невельское, Пески и Авдеевку обстреляли. Из стрелкового оружия Зайцево, Пески и Новгородское. На Мариупольском направлении из 120-мм минометов оккупанты били по Водяному. Под огнем гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия находились Широкино и Павлополь. По Водяному и Широкино также били из БМП. На Луганском направлении из крупнокалиберных пулеметов противник обстрелял Новозвановку. Потерь среди украинских военных нет. Боевики сделали предупредительные выстрелы, когда наблюдатели ОБСЕ обнаружили их замаскированный танк, сообщается в отчете миссии за 12 февраля. Инцидент произошел в поселке Пикузы, неподалеку от Мариуполя. Это бывшее Коминтерного. В момент обнаружения танка под маскировочной сеткой боевики сделали около 20 выстрелов из стрелкового оружия. Они не были направлены в сторону патруля, однако явно носили предупредительный характер, отмечается в отчете. В целях безопасности наблюдатели покинули Пикузы. Кроме того, между Кировскими и Петровскими районами миссия обнаружила склад с тяжелым вооружением. Удалось распознать лишь самоходную гаубицу «Гвоздика». Остальную технику наблюдатели не смогли осмотреть, так как боевики ДНР перекрыли им доступ. Окупанты маскируют запрещенное вооружение на гражданских объектах. По данным украинской разведки, 7 122-мм самоходных арт-установок зафиксированы во дворе детского сада в селе Мокрый Иланчик Донецкой области. А во дворе роддома в Южной Ломоватке Луганской области разместилось подразделение противника на БМП. В Донецке российские наемники стреляют по силам АТО с территории завода химических реактивов в Куйбышевском районе. В рядах двух армейских корпусов, созданных Россией, на оккупированном Донбассе воюет более 36 тысяч наемников. Из них минимум 3 тысячи кадровые военные российской армии. В их распоряжении 380 танков, более 900 боевых бронемашин, свыше тысячи единиц артиллерийского оружия и 350 единиц средств противовоздушной обороны. У нас сегодня в гостях известный политолог и депутат прошлых созывов Тараш Черновил. И сразу перейду к главному. Радбеза, он принял резолюцию, украинскую резолюцию, цитирую, о защите критической инфраструктуры от террористических атак. Что это означает для Украины? Для Украины это означает то же самое, что для всего мира. Есть государства, есть организации, которые составляют террористическую угрозу. В последнее время они приориентируются от прямых террористических актов, когда взрывают автобусы, взрывают автомобили, начиненные взрывчаткой около полицейских участков или в мечетях, или в церквях, на действия по инфраструктуре. Это взрывы в аэропортах, это взрывы на железной дороге, это разрушение плотин, это все критическая инфраструктура. Но это в том числе и кибератаки. Скажем, в докладе нашего министра иностранных дел Павла Клинкина, который там представлял, не посол ООН, именно на таком уровне все было, представлял нашу позицию и нашу резолюцию, очень много было сказано о кибератаках. В том числе, каким способом пробовали разрушить, скажем, энергосистему Украины кибератаками с Россией. Прямым текстом указывалось именно на происхождение этих атак с российской стороны. Понятно, что есть страны, для которых эти атаки происходят, скажем, от ИДИУ. И многие на это акцентируются. Но в ООН именно привязка звучала в основном по России. То есть такая угроза кибератак, она вполне реальна и для Европы, и для мира? Она реальна для всех. И эти кибератаки сейчас, особенно в Европе, идут очень мощно. Ну, скажем, если идут выпады и внедрения в сайты определенных партий, таким же самым способом идут, скажем, атаки на аэропорты, на сайты и на системы управления железных дорог и прочее, прочее. И подозрение в том, что такие атаки, особенно тогда, когда это еще пока что не приводит, скажем, к гибели людей, но может разбалансировать на какой-то момент, ну, скажем, выдачу гуманитарной помощи и возмущение, которое возникнет, прочие вещи и привести к каким-то беспорядкам, что за этим может стоять и Россия. Об этом говорят очень много и уже в Европейском Союзе в том числе. То есть вопрос идет о прямых атаках террористических и о кибератаках на прямую инфраструктуру. Для Украины это уже проблема. То, что Россия должна была с этим согласиться, потому что не проголосовать за это невозможно. Там не указывается Россия напрямую, но в самом представлении очень много о ней говорилось. А как международные организации, в том числе Интерпол, другие их очень много, могут бороться эффективно с этим? Ну, собственно, в резолюции есть и определенные рекомендации. Кроме того, чтобы увеличивать систему наказаний за такие преступления, введения, скажем, за более мелкие кибератаки, которые раньше как-то на них закрывали глаза, реальной, жесткой уголовной ответственности и прочее. Там есть пункты о том, чтобы было международное сотрудничество, быстрое реагирование, упрощение системы обмена юридической информацией и информацией следственных органов и прочее, прочее. Какие реально могут реальные международные организации предотвратить такие угрозы? Международные организации ничего не могут предотвратить. Предотвратить могут сами государства. Все международные организации основные и в этой области тоже, они ведь только генерируют общую позицию государств. Рекомендация этой резолюции, она дает рекомендации, она дает указания странам, членам ООН, то есть всему миру, что нужно сделать в их странах и как между собой обмениваться этой информацией. Вот это главное в этой резолюции. Украина была первым ее автором и тут очень важно, потому что мы подняли эту тему, которая волнует сегодня всех. То есть это один из вопросов, которые сегодня очень животрепещущие. То есть мы попали в точку и нас очень хорошо услышали. И то, что это пошло в том числе и под приправой того, что нам угрожает, наших проблем, как иллюстрация, как объяснение, это, я думаю, тоже довольно многим открыло глаза. Хорошо. Сегодня прошли в Европарламенте дебаты по поводу ухудшения ситуации на Донбассе. Какая польза из этого Украине? И есть ли она вообще? Ну, знаете, есть люди, которые ожидают прямой пользы. Ну, немецких или голландских солдат в Украине не будет после этого. Это понятно. Но польза от этого есть в нескольких направлениях. Первое. Давайте вспомним, что такое дебаты в Европарламенте, в Европейском Союзе. Это дебаты, которые обычно ведутся по проблемам Европейского Союза. Стран Европейского Союза, конфликты между странами Европейского Союза. Там экономические какие-то, правовых и прочее. Там, скажем, по приему беженцев и все прочее. Дебаты были открыты по проблеме, которая происходит вне предела Европейского Союза. Проблеме, которая проходит полностью на территории Украины вследствие российской агрессии. Что это означает? Это означает, первое, что эту проблему в Европейском Союзе, сколько бы нам не рассказывали, что Европейский Союз махнул на нас рукой, очень серьезно понимает, очень серьезно оценивает. Иначе по этому поводу дебаты бы не велись. Вопрос другой и важный для нас вопрос. Это то, что готовится уже сегодня рассмотрение санкций. Продолжение санкций будет приниматься решение в июне. К этому месяцу все страны должны определиться. Такая информация, которая возведена на уровень дебатов Европейского Союза, очень многим тоже поможет определиться и подтолкнет к этому. Плюс на дебатах довольно жестко выступали представители Еврокомиссии, вообще органов Европейского Союза, и в том числе госпожа Магерини, довольно хорошо представила позицию по Украине. Я думаю, что вот эти моменты, они будут очень хорошо помогать тому, чтобы санкции были продлены. Там есть один момент. В Европейском Союзе, вообще, в мировом правовом поле, минские договоренности, которые как бы не являются документом, они легитимизированы через, скажем, решения, которые принимались в ООН, на Геннадсаблее и ООН, на резолюции. И после этого невыполнение именно минских договоренностей является основным поводом наложения дальших санкций. Санкции были наложены в связи с преступлениями. Для вот этих преступлений, агрессии и всего прочего, чтобы это снять, были введены минские договоренности, минский план, невыполнение России этого плана является, и плюс ухудшение ситуации, обстрелы, все прочее, что произошло под Авдеевкой, это достаточный повод для того, чтобы наши друзья в Европейском Союзе, которые поддерживают продолжение политики санкций против России, чтобы они на этом могли аргументировать свою позицию. Это, иными словами, это сигнал, что Европа и мир понимают реальную угрозу от России? Я думаю, это уже все давным-давно понимают. Весь вопрос в двух других пунктах. Первый. Насколько мир готов это прямо, откровенно, открыто артикулировать? Сказать, Россия агрессор, Россия напала на другую страну, Россия оккупирует, Россия несет угрозу всему миру. Об этом говорят политологи, об этом говорят члены парламентов. Но президенты, министры иностранных дел пока что не могут себе этого позволить. С каждым днем, с каждым месяцем все-таки риторика становится более-менее жесткой. Тем более маятник немножко пошел в другую сторону. И те же самые евроскептики, которые очень часто и поддерживают в Европейском Союзе пророссийскую линию, пропутинскую, они сегодня немного теряют баллы. Это значит, что на данный момент мы имеем больше вот такого направления поддержки. В Европейском Союзе, я думаю, скоро тоже начнут называть вещи своими именами, но пока что сказать прямо и жестко этого сделать не готовы. Ну и плюс способ какого-то влияния на Россию тоже прямой пока что не избран. Система санкций, система давления дипломатического, она тоже действует. Она действует меньше, чем нам бы хотелось, но она, по крайней мере, останавливает. Она упреждает возможности более жестких антиукраинских атак со стороны России. Россия не рискует сама начать наступательные операции. Потому что провести их под прикрытием, там, скажем, русские сзади, спереди идут какие-то там сепаратистские объединения и прочее, невозможно. Нужно выводить российскую армию в открыто. В открыто вот эти угрозы новых санкций, даже эмбарго, они, ну, довольно серьезно действуют. В Европе никто не скажет вам сегодня слово эмбарго. Но все понимают, если начнется большая война, эмбарго будет. Не устала ли Европа от украинского вопроса, который уже, ну, на кону два года, по сути, да, больше уже? Знаете, нам постоянно пробуют навязать вот этот тезис «Европа устала от Украины». Знаете, когда я впервые услышал об этом, уже послереволюционный период, я услышал об этом летом 2014 года, когда начали рассказывать, что Европа устала, вы там себя ничего не делаете, вы ничего не создали, вы не наступаете, вы не освобождаете. Хотя в то время именно шли наступательные операции на Востоке. Потому давайте не будем применять вот эти фразы, которые нам вбрасывают, и очень часто их корни появляются с определенных российских средств массовой информации. И на СМИРу, и прочее, прочее, прочее. На самом деле мы видим, что за последних несколько месяцев намного чаще звучит тема Украины. То, что с украинским президентом планируется встреча, личная встреча президента Трампа, и то, что произошел уже второй уже телефонный разговор, это достаточный повод для того, чтобы многие в Европейском Союзе поняли, что Америка снова будет сзади, за спинами участников нормандского формата. Это значит то, что в Европе интерес и тревога за то, что происходит в Украине, немножко возрастает. Только набирает она формы не те, которые бы нам хотелось. Нам бы хотелось жестких прямых заяв, нам бы хотелось очень жестких санкций. Там отключение от СВИФта, прочее. Но они не могут это сделать, в том числе, не только из-за того, что у них свои проблемы экономические от этого появляются. Поверьте, потери европейского бизнеса и вообще Евросоюза от санкций с Россией минимальны на общем фоне. Они, может, крикливы по фермерам, по кому-то, но они очень мало влияют. Но сам факт определенного страха и очень серьезных хоббистских влияний России, они не дают этим жестким фразам прозвучать. Но сам факт тот, что Европа именно в последние месяцы все чаще и чаще вспоминает по Украине, но это замалчивать нельзя. Спасибо вам за содержательную беседу. Спасибо. Я напомню, что у нас в гостях был известный политолог Тарас Черновилл. Сфабрикованное политическое дело. Так, в Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали решение московского суда оставить под стражей Романа Сущенко. Очередной отказ изменить меру пресечения украинскому журналисту, закрытый режим судебных заседаний и недопуск украинского консула на заседание подтверждают предвзятость российской Фемиды. МИД Украины требует от России немедленно прекратить расправу над украинским гражданином, освободить его и вернуть на родину. Напомню, сегодня московский суд отклонил апелляцию на продление ареста Романа Сущенко до 30 апреля. Его незаконно, напомню, задержали в Москве в сентябре 2016 года по обвинению в шпионаже. Адвокат Марк Фейгин назвал решение суда прогнозируемым и призвал всех поддержать Романа Сущенко и других украинских политзаключенных на марше памяти Бориса Немцова 26 февраля. Там планируется отдельная колонна в защиту украинских узников. Всего с начала оккупации Москва незаконно задержала более 40 украинцев. Новое видеодоказательство против экс-беркутовцев его представили на судебном заседании по делу пяти бывших бойцов роты специального назначения «Беркут». Их обвиняют в расстреле активистов Евромайдана 20 февраля 2014 года. Ранее неизвестное в расследовании видео прислали защитникам одного из пострадавших на условиях анонимности. На нем зафиксированы события того дня, происходящие на улице Институтской с 9 до 10 утра. На этом видео зафиксировано, что выстрелы велись со стороны правоохранительных органов в сторону активистов. Как происходили убийства, на этом видео четко видно. В некоторых случаях мы видим непосредственное попадание пули в человека. Это видео очень важно для дальнейшего исследования, траектории движения пуль и так далее. Дело пятерых бойцов «Беркута» рассматривают в Святошинском суде Киева уже почти год. Их обвиняют в расстреле активистов Майдана на улице Институтской в Киеве в феврале 2014 года. Подсудимым инкриминируют превышение служебных полномочий, незаконное обращение с оружием, умышленное убийство и нанесение телесных повреждений активистам Майдана. Обвиняемые не признают своей вины ни по одному из пунктов. Генпрокуратура рассчитывает на вынесение приговора в течение года. Ядерный могильник Вакалюнчук времен СССР ликвидировали в Житомирской области. Часть радиоактивных отходов вывезли на киевский завод «Радон», часть – в Чернобыльскую зону. Проект реализовали при поддержке НАТО. С очищенной земли вернулась Ярослава Гурбик. Эта земля со времен Советского Союза и до прошлого года хранила в себе радиоактивные отходы. Эта территория принадлежала воинской части бывшего СССР. После ликвидации могильника радиоактивный фонд тут не превышает норму и является безопасным для людей. На извлечение ядерных отходов понадобился целый год. Работы проводили в три этапа. На первом этот могильник в виде колодца обследовали. Далее – обработка, а затем изъятие радиоактивных отходов из самого хранилища. После их упаковали и перевезли к местам захоронения. Завершающий этап – рекультивация территории. Этот проект уникальный в Украине. Мы впервые реализовали проект, связанный с радиоактивными отходами. Все работы по ликвидации от начала до конца провели украинские специалисты. Поскольку международный конкурс на получение тендера выиграла именно украинская компания, она проявила профессионализм и соответствие всем требованиям. С могильника в Акуленчук изъяли более 40 радиоактивных источников. Общим весом – тонна 216 килограммов. Их здесь захоронили еще вооруженные силы бывшего СССР. Территория, на которой мы находимся, раньше принадлежала стратегическим ракетным войскам. И на данной территории производились работы с ядерными боеголовками. В 93-м эту территорию в пользование от Министерства обороны получила Госпогранслужба. И только в 2002-м специалисты обнаружили на участке превышение радиационных показателей более чем в тысячу раз. Тогда и возник вопрос о перезахоронении отходов. Удалось реализовать проект в прошлом году. Трастовый фонд НАТО выделил на него 850 тысяч евро. Германия выступила ведущей страной по внедрению этого проекта. Помощь также оказали Люксембург, Швейцария и США. Это демонстрирует, что НАТО готово и в дальнейшем поддерживать Украину во многих направлениях, не только в военных, но и оборонных вопросах. Жители поселка вздохнули с облегчением. Тут теперь хоть грибы и ягоды собирай. К тому же неподалеку места отдыха. От территории, где был радиоактивный могильник, населенному пункту здесь рукой подать. Данный объект был размещен в двух километрах от населенного пункта, где проживает более двух тысяч населения. Эта ликвидация могильника снимает социальную напряженность и позволяет восстановить здесь природу. Теперь в озерах местные смогут спокойно ловить рыбу и тут отдыхать. Со времен СССР в Украине кроме объекта на Житомирщине осталось еще четыре подобных радиоактивных хранилища в Кировоградской, Ивано-Франковской и Донецкой областях, а также в Крыму. Потенциально напрямую радиоактивные отходы под землей не несут угрозы, но эти объекты сейчас находятся без присмотра. Поэтому с уверенностью сказать, что здесь нет утечек в окружающую среду, мы не можем. НАТО и Украина продолжат сотрудничество по ликвидации могильников. Первое на очереди хранилища в Кировоградской области. Работы там начнут уже в этом году. Далее на Прикарпатье. Кроме того, в планах вывоз источников излучения из хранилищ киевского спецкомбината «Радон». Презентацию хоккейного городка, в который в конце апреля превратится Киевский дворец спорта и спортивная площадь, провели организаторы чемпионата мира в первом дивизионе группы А. Бороться за две путевки в элитный дивизион в Украину приедут сборные Казахстана, Польши, Венгрии, Австрии и Южной Кореи. Достойно принять иностранных гостей и устроить праздник спорта для седьмого игрока национальной сборной своих соотечественников – главная задача Оргкомитета чемпионата мира. Фан-зона предполагает три локации – площадь перед Дворцом спорта, его холл и непосредственно арена. Трансляция матчей на больших экранах, фудкорты, спортивные, игровые, фотозоны и даже музей хоккея. Хоккейный городок создадут, учитывая успешный опыт проведения Евро-2012. Более 20 тысяч билетов на матчи, цена которых стартует от 2 долларов, уже продана в основном украинским болельщикам. Более 2,5 тысяч билетов приобрели венгры. Мы ожидаем не меньшее количество от Казахстана. Поэтому поляки, конечно же, очень заинтересованы в участии. Определен сектор, который будет сектор наших гостей. Мы очень рады заинтересованности, потому что, прежде всего, мы очень ценим доверие, которое оказали нам международные спортивные партнеры. И хотим оправдать, конечно же, со своей стороны высокий уровень организации для болельщиков, которые приедут поддержать свои сборные. При подготовке чемпионата на 90% используют опыт проведения масштабных спортивных соревнований в Америке и Европе. В планах 3D-маппинг, как в НХЛ. Но пока на это нет средств. Бюджет мероприятия 750 тысяч долларов. Из них почти треть – государственные средства. Остальное – спонсорские вложения. Известный хоккейный тренер Анатолий Богданов повидал множество чемпионатов. Но знает только один секрет их успешного проведения. Удастся, я считаю, что это только в том случае, если команда сыграет хорошо. То есть задача наверняка стоит для того, чтобы подняться в лигу выше. Соперники очень серьезные, но ничего невозможного нет. Я думаю, что последний Евро-челлендж, который команда провела, наша сборная национальная провела в Польше, победив команду Италии, которая будет играть в высшем эшелоне, говорит о том, что у команды есть перспектива. Хоккейный городок откроют 20 апреля. Работать он будет ежедневно с 12 до 22 часов. До чемпионата мира в Киеве осталось всего 67 дней. Сегодня стартовала продажа билетов на Евровидение 2017. Благодаря такому приобретению украинцам и гостям страны будут доступны репетиции, полуфиналы и финал песенного конкурса. Цена билетов варьируется от 8 до 500 евро. Приобрести их можно в кассах Киева и на специализированных сайтах в интернете. Напомню, что в конкурсе участвуют 43 страны. Главной ареной станет Международный выставочный центр. Полуфиналы Евровидения в Киеве состоятся 9 и 11 мая, а финал – 13-го. В день Святого Валентина немножко любви в мире спорта. Самые громкие свадьбы прошедшего года, спортивные семейные союзы и династии. А еще просто определение любви от известных украинских спортсменов. Далее в сюжете Елена Дидух. Любовь вдохновляет. В том числе и на спортивные достижения. Самыми яркими спортивными свадьбами прошедшего года стало бракосочетание главного тренера киевского «Динамо» Сергея Реброва и его любимой Анны. Постолимпийская свадьба гимнастов Игоря Радивилова и Анны Кислой. Легкоатлетку Ольгу Земляк позвал бодвенец Сергей Абрамович. До знакомства с будущей женой управляющий банком был очень далек от легкой атлетики. Даже не знал, кто такой Усейн Болк. Не буду лукать. Знал Майкл Джонсон, когда тут бегал на Олимпиаде. Вот так мы узнали Ольгу Земляк. Ветераны семейных отношений, супружеская пара Бессоновых. Футболист и тренер Владимир и гимнастка Виктория вместе 34 года. Близко познакомились на свадьбе Олега Блохина с Ириной Дерюйиной. Естественно, там и гимнастки были, и футбол был. Ну, так уже потанцевали и танцуем до сих пор. 34 года. Дочь пары, известная гимнастка Анна Бессонова, очень гордится родителями. Папа – эталон будущего мужа. А любовь – послушайте сами. Куханья, вдохновение, полет души и, не знаю, состояние, которое невозможно описать, наверное. О любви не говорят. Но по случаю Дня влюбленных мы все-таки попробовали спросить у наших спортсменов. Что же это такое за чувство? Любовь, ну, в первую очередь, это взаимопонимание и нравственность, что ли. Не знаю, как сказать даже. Любовь. Ну, вы знаете, тоже это стороннее такое слово. Я думаю, все-таки это взаимоотношения. Чувство было. Я очень рада была ему, но мы не сошлись характерами. Может быть, оно так и надо. Я, честно, ни о чем не жалею. Есть что-то, ради чего хочется жить, ради чего хочется просыпаться. Наверное, это счастье. Любите спорт, будьте любимы и ни о чем не жалейте. Елена Дидух, Олег Шумейко, Святой Валентин и операторы ЮЭй ТВ. Брак за сутки в День влюбленных. Уже несколько месяцев в Украине можно пожениться за один день. Никакой бюрократии. Вечером пара заполняет соответствующую анкету, утром оформляет отношения. Эстафета быстрой регистрации с каждым днем набирает среди украинцев все большей популярности. На Киевском стадионе Олимпийский сегодня сказали друг другу «да» три пары. Они проснулись и поняли, что больше не хотят жить отдельно ни минуты. Заполнили анкету на сайте Министерства юстиции и уже через несколько часов стали мужем и женой. Смотрим на фотографа в ручке вперед. Давайте начнем три. Раз, два, три. Виктория и Сергей Мирошниченко – одна из трех пар виновников торжества. В День всех влюбленных они сказали друг другу «да», надели кольца и поставили подписи в документах. Я звоню родителям, говорю «пап, я послезавтра выхожу замуж». Дальше минута молчания. Спрашиваю «папа, что случилось?» Он говорит «господи, хорошо, что я сижу. Корвалол надо искать». Обычно к свадьбе готовится месяц, два, полгода. А тут она мне звонит и говорит «папа, у меня послезавтра свадьба». Я от счастья был в шоке. Вообще это невероятно. Все так быстро, здорово и просто. Никакой бюрократии. Зарегистрировать свои отношения, не ожидая в очереди несколько месяцев, стало возможным благодаря программе украинского Минюста. Пилотную версию проекта «Брак» за сутки запустили в шести городах. Для этого открыли специальные центры. Меньше чем за полгода семейные отношения оформили пять тысяч пар. Проект расширили на всю Украину. А сегодня первые влюбленные смогли соединиться узами брака на столичном стадионе «Олимпийский». В 20 украинских городах влюбленные пары могут в любое удобное для них время создать свою семью. И это решение теперь зависит только от них двоих, не от бюрократии. От того, что их сердца приняли решение быть вместе. И с сегодняшнего дня бракосочетаться можно и на «Олимпийском». Стоимость церемонии брака за сутки так же демократична, как и вся процедура, говорят в профильном министерстве. В зависимости от перечня услуг, быстро пожениться можно от нескольких десятков гривен до нескольких тысяч. Маргарита Стыцюк, Влад Посудевский, Юэй Ти Ви. На этом мы заканчиваем выпуск. Более детальную информацию смотрите на Фейсбуке и Ютюбе. Я же прощаюсь с вами. Хорошего всем настроения и только позитивных новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова